добрый день дорогие друзья с вами как обычно автосалон про тюнинг и меня зовут игорь сегодня у нас на обзоре очень интересный автомобиль который выглядит невероятно футуристично это просто какой-то космический корабль вы просто посмотрите на эти формы это ли л-8 прямиком из китая в городе краснодар на улице российская 263 в автосалоне про тюнинг поехали к обзору автомобиль абсолютно новый 2023 года но складывается ощущение что машина прилетела к нам из 2033 года потому что она очень красиво выглядит этот передний элемент дневной ходовой огонь который у нас тонкой полоской расстилается от края одного до другого края автомобиля по бокам у нас имеется еще такие оранжевые поворотники габариты те самые и под ними у нас идет основной блок фары это светодиодная оптика умная которая понимает дорожную ситуацию что у нас происходит и освещает отдельные участки дороги которые необходимы очень минималистичный дизайн этой машины ничего лишнего здесь у нас нету ничего не мешает впереди у нас находится камера которая относится к круговому обзору и в принципе во всем автомобиле достаточно большое количество камер имеется и сверху на крыше у нас располагается еще и радар который нам передает всю информацию о дорожной обстановке тут же спереди имеется еще и большое количество парктроника чтобы мы не только видели картинку на экране мультимедиа который там краски очень большое но еще и понимали расстояние до препятствий при парковке данного автомобиля на машине установлены двадцать первые колесные диски в очень стильном дизайне все благодаря тому что у них имеется полированная лицевая часть такой голый металл окрашены они в серии графит еще у нас идут такие вот пластиковые вставки на самом диске большое количество штук тоже создает ощущение такого футуристичного стиля и дизайна данного автомобиля еще раз про камеры в крыльях установлена еще по паре камер слева справа в зеркалах мало того что как обычно стандартное расположение для кругового обзора у нас имеется одна камера и еще одна у нас смотрит как бы немного вперед тоже чтобы понимать все препятствия которые окружают данный автомобиль и такой футуристичный дизайн достаточно минималистично очень хорошо смотрится когда кузов у нас исполнен в матовом варианте мы как раз таки такую машину буквально недавно делали в нашем тюнинг-центре про тюнинг оклеивали полностью ее матовый прозрачный полиуретан для защиты кузова и смены его цвета очень удачно получилось клиент был максимально доволен и естественно вы тоже можете обратиться к нам за данной услугой и не только потому что мы делаем огромный список работ в компании про тюнинг вдобавок ко всему на автомобиле имеются выдвижные электрические пороги и доводчики дверей сверху у нас идет большая панорамная крыша которая плохо проходит вплоть до третьего ряда сидений кстати да их здесь целых три действительно эффектный автомобиль переходим далее к задней его части задней части автомобиля имеется аналогичный фонарь который тоже сплошной линии проходит от самого края автомобиля от левого крыла до его правого тоже очень хорошо все смотрится нет каких-то вычурных форм все очень так минималистично зализа на и краски хорошо поэтому выглядит в багажнике имеется большое количество места при условии разложенного третьего ряда сидений тут у нас по бокам присутствуют крючки за которые можно зацепить все вещи которые будет привозить с собой справа слева снизу сверху даже есть на правой боковине у нас присутствует еще и прикуриватель чтобы заряжать устройство которое будет привозить с собой и отсюда же с багажника можно раскладывать либо поднимать третий ряд сидений удобно что это сделано на электрорегулировки то есть нам не нужно ни за что тянуть мы просто нажали кнопку все само работает и отсюда же можно еще и опустить либо поднять заднюю часть автомобиля для погрузки каких-либо тяжелых вещей тоже очень удобная функция для автомобиля такого класса стал и нас приветствует отделка из очень красивой кожи такого интересного цвета и на самом деле это младшая модель ли 8 очень похоже в принципе даже это были брат близнец ли 9 поэтому в салоне у нас все тоже по дизайну но на самом деле не до конца потому что например экраны как и в ли 9 у нас идут двойные экраны для переднего правого пассажира для водителя в котором имеется все настройки но при этом используется другой тип матрицы чуть попроще но я думаю особо разницы обычный пользователь даже и не заметит самой мультимедиа системы системе есть очень большое количество настроек начиная стандартной навигации музыки камер кругового обзора приложение которое можно сюда до установить можно настроить абсолютно все комфортную подсветку выдвижные пороги когда они будут выдвигаться высота крышки багажника когда открывается в общем ну тут можно очень долго про все это рассказывать все это есть абсолютно каждый элемент машины можно будет настроить в этой мультимедиа системе в то время как пассажир передний можешь наслаждаться просмотром фильмов сериалов и так далее все что угодно он выберет на своем экране и еще один экран у нас устроен в руле в котором показывается вся необходимая информация основная это процент зарядки электро батареи остаток топлива в баке выбранная передача и так далее перемещаемся чуть дальше на центральной консоли у нас имеется два места под ваши телефоны с беспроводной зарядкой чуть ниже еще одна ниша для ключа либо для мелких аксессуаров два больших подстаканника для передних пассажиров для задних пассажиров и подлокотник не не сильно глубокий но в принципе достаточно широкий куда вместятся все мелкие вещи которые привозите с собой и плюс у нас здесь есть две зарядки с разъемом usb type-c и снизу у нас есть еще большое количество места для всего что вам необходимо в дорогу с собой главной фишкой заднего ряда сидений 2 является то что у нас имеется здесь экран мультимедиа который встроен в крышу и он может управляться жестами то есть мы можем стандартно управлять им с сенсорного экрана на если вдруг вы устроились очень комфортно в лежачем положении чтобы не вставать к экрану не тянутся постоянно к нему можете управлять жестами просто подняли руку и перелистываем содержимое экрана который у нас там имеется с помощью этого самого жеста тем самым оставаясь в вашем комфортном удобном положении на этом капитанском кресле второго ряда на втором ряду ощущаешь себя максимально комфортно благодаря этим сидением капитанским в которых есть большое количество различных функций начиная от вентиляции подогрева заканчивая большим количеством настроек массажем в принципе как и на переднем ряде сидений но плюс здесь есть свои еще и подлокотники у каждого пассажира очень удобно под левую руку как раз таки в дальнюю дорогу в таком положении ехать в принципе здесь тоже все ровно также как и в старшем своем собрать или 9 но единственное отличие то что не имеется у нас столика в сиденьях для второго ряда пассажиров но при этом можно также управлять отсюда передним сиденьем то есть полностью отодвигать его если вы хотите устроиться максимально комфортно на центральной консоли имеется управление климат-контролем который здесь четырех зоны снизу две зарядки и с битой psy полочка для ваших мелких вещей и снизу еще одна ниша для аксессуаров тоже отличие потому что в старшей версии здесь находился холодильник для напитков либо чего-либо угодно на третьем ряду сидений может расположиться до двух человек и также у нас там есть подстаканник под каждого пассажира слева и справа и подогрев сиденье еще одна важная деталь один момент то что снизу у нас имеется еще и полноценная розетка 220 вольт так что абсолютно все что вы перевозите с собой все свои устройства гаджеты и так далее будут сто процентов зарядом под капотом находится бензиновый двигатель который выступает в роли генератора то есть это у нас компоновка последовательного гибрида и двигатель внутреннего сгорания никак не участвуют в кручении колеса в езде автомобиля кроме как в зарядке батареи которая установлена в этом автомобиле суммарная мощность двигателя этой машины 450 лошадиных сил что позволяет разгоняться от 0 до 100 за 5 5 секунд то есть да это не в спорткар но это внушающие цифры для автомобиля такого класса для большого кроссовера в котором может поместиться вся семья и что самое главное что все агрегаты используются от своей старшей версии от лил 9 это значит что запас хода у нас будет ровно такой же как и там производители заявляют то что машина может проехать на одном полном баке топлива до 1300 километров пробега это просто невероятные внушительные цифры которые позволят вам уехать очень далеко и не думать так часто о том что нужно где-то дозаправиться по пути действительно интересный автомобиль на который многие обращают внимание смотрят на его футуристичный дизайн это что он действительно схож каким-то космическим кораблем машина достойна внимания и я напоминаю что данный автомобиль доступен в продаже в автосалоне про тюнинг в городе краснодар на улице российская 263 не забывайте то что мы можем привести любой автомобиль из любой точки мира в россию наши автосалоны в городе краснодар москва и ставрополь обязательно подписывайтесь на канал чтобы не пропустить новые видео подписывайтесь на канал